Госуслуги постепенно становятся электронными. О том, как развивается информационное общество Ивановской области, чиновники обсудили на заседании правительства. Долгосрочная целевая программа по внедрению информационно-коммуникационных технологий реализуется по трем направлениям. Упрощение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного электронного взаимодействия, предоставление услуг в электронной форме через единый портал и введение универсальной электронной карты. Карту со следующего года сможет получить любой россиянин, достигший 14 лет. На первом этапе карта будет содержать идентификационные банковские приложения. С ее помощью гражданин сможет получать и оплачивать государственные, муниципальные и коммерческие услуги в электронном виде. На карте можно разместить дополнительные приложения, например, такие как студенческие и проездные билеты. Электронную форму обретают услуги миграционной службы и ЗАГСа. Через интернет, например, удобно заявить о своем намерении заключить брак. Живые очереди уже не так актуальны. Заключение брака – это, как всегда, у нас лидер по количеству обращений. И в настоящее время уже более 25% от общего количества поданных заявлений на заключение брака подается в электронном виде. В летние месяцы, когда данная услуга традиционно пользуется наибольшим спросом, количество электронных заявлений возрастает до 48%. Что касается учебных заведений региона, больше всего электронных услуг школьникам и родителям предоставляется в 21-м лице. Там дети в столовой расплачиваются не деньгами, а картами, на которые средства уже зачислены. Вот сколько родителей выделили ребенку на питание, столько ребенок на питание и потратил. Больше нет соблазнов начинать деньги, как вы понимаете, копить, экономить. Теперь все деньги нужно тратить. И уже даже за такой короткий период реализации проекта стало очевидно, что размер среднего чека вырос. Теперь надо деньги тратить на питание, надо есть, и поэтому есть стали больше. Также у учащихся электронные дневники и электронные журналы с оценками. У Светланы Давлетовой, как у мамы лицеиста, такие новые технологии особого доверия не вызывают. То, что касается электронного дневника, то, например, домашние задания, которые вы туда вывешиваете, к сожалению, почему-то вывешиваются с опозданием на неделю. То есть, если ребенок заболел, и родитель не может получить информацию, какое домашнее задание ему готовить. Что ребенок съел, какую оценку получил, во сколько ушел из школы. Теперь родители учеников 21 лице знают о своих детях все. За исключением домашних заданий, как выяснилось. Я с ужасом представляю, что такое электронный дневник и электронный журнал. Бедные наши дети, да? Обложили со всех сторон. Но что делать? Современные тренды таковы. Современным трендом, по мнению губернатора, должны соответствовать и чиновники. Сотрудники правительства, главы муниципалитетов все без исключения обязаны владеть компьютерной грамотностью. Пожалуйста, я к вам обращаюсь. Никогда не поздно учиться. Обращаюсь к тем, кто не разбирается в этом вопросе, кто не умеет работать, я уж по-русски говорю, на компьютере, не умеет пользоваться современными информационными технологиями. Быстренько учитесь. Учиться придется в любом случае. Губернатор поручил разработать специальное тестирование на владение компьютером для чиновников. Иначе о каком электронном правительстве может идти речь?